16-й год подряд город-герой Севастополь принимает фестиваль документальных фильмов и телепрограмм «Победили вместе», который по традиции организует Евразийская академия телевидения и радио под руководством почетного кинематографиста России, академика Международной академии менеджмента Валерия Рузина. За годы своего существования фестиваль перестал быть просто смотром документального кино. Он приобрел статус одного из ведущих межнациональных кинофорумов, предоставляющих уникальную возможность для творческого диалога и поддержки документалистов России и других стран. По традиции участники члены жюри кинофестиваля возложили цветы к мемориалу в честь ветеранов и героев Великой Отечественной войны. Ведь именно по инициативе героев Советского Союза, жителей Севастополя, в 2004 году был учрежден Международный кинофорум. В этом году жюри Международного конкурса документальных фильмов возглавил режиссер, народный артист Российской Федерации Владимир Хатиненко. Я не делю для себя кино на документальное, анимационное. Есть кино или нет кино. Вот и все. Поэтому будем оценивать по качеству, по художественному качеству. Да, иногда можно сенсационность оценить, но в основном я люблю оценить по художественным достоинствам. Это все-таки кино или это все-таки любительщина. Программа фестиваля включает в себя национальный конкурс документального кино и четыре международных. Конкурс документальных фильмов, телевизионный конкурс, конкурс киношкол и конкурс социального фильма, видео и рекламы. В этом году на конкурс было заявлено более 500 киноработок из 37 стран мира и 21 региона России. Из них отобрано только полторы сотни. Фильмы участники освещают не только события Великой Отечественной войны, но и различные военные конфликты, события, происходящие в мире, в которых мужество человека, героизм и стойкость его духа потрясают. Наряду с теми картинами, которые рассказывают о ветеранах, о войне, о сражениях, о победах, есть и картины о героях спорта, есть картины об афганцах. Их там есть целый цикл, он небольшой, но очень интересных фильмов о врачах. Торжественная церемония открытия кинофорума прошла в зале Севастопольского центра культуры и искусств. Со сцены прозвучали теплые приветствия в адрес фестиваля от председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко, министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, председателя Союза кинематографистов России Никиты Михалкова и многих других. Главной идеей мероприятия как творческого, гуманитарного проекта был и остается – показ работ, несущих общечеловеческие идеалы добра, справедливости и мира, раскрывающих актуальные социальные темы, способствующие сохранению исторической правды и памяти, сбережения, неразрывной связи поколений. В год 75-летия Великой Победы особое значение приобрела главная цель в нынешнем фестивале, состоящая в недопущении фальсификации итогов войны, размывания ценностных, смысловых аспектов нашей истории. Желаю всем творческих успехов, интересных встреч и ярких впечатлений. Валентина Ивановна Матвиенко. Аплодисменты. 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 Вокальный коллектив «Вива» совместно с известным поэтопесенником Александром Шагановым украсил церемонию открытия. Комбат, мать, тянет мать, тянет комбат, ты сердце не врятался с переда, летят самолеты и танки горят, так йо-йо комбат, йо-комбат. Уже второй год подряд в жюри конкурса документальных фильмов приглашен генеральный директор культурно-коммерческой фирмы «Тонус», президент фестиваля телекомпании Московской области «Братина», лауреат высшей журналистской премии «Золотой оперы России» Сергей Боков. Что я могу сказать о своем составе жюри? Мне очень импонирует то, что, ну, как, наверное, и положено, это высокие профессионалы. И Сергей Ломакин, и Антон Стуликов, и Андрей Бас, и Ольга Балакина. Мы отсмотрели в нашем только кругу, в нашей номинации телевизионных фильмов, около 57 фильмов. Слезы наворачиваются на глаза. Тот же фильм «Красный» о том, как был создан концлагерь в совхозе. Ну, жуткие совершенно сцены и хроники сохранившиеся, и фотографии. Или как, вот, допустим, снимался фильм «Освобождение», вот, фильм «Цена освобождения». Вот, мне очень запомнились фильмы также и о Карбышеве, Балексееве «Ледяные облака». Вот, и очень запомнился фильм о нашем мальчике. Китайские, вообще фильмы, это китайский фильм. Вот, китайские работы, в общем-то, привлекательны, но они своеобразные. Вот, но когда начинаешь вникать в суть проблематики, которую они раскрывают, тоже поражаешься, вот, их мысли, их стремлению как-то вот объяснить народу, что очень важно быть вместе. Это, в принципе, наша самая, та самая политика, идеология дружбы народов. Вот, и в работах мы это все просматриваем, поэтому мы понимаем, насколько здесь все это пропитано вот этой вот хорошей, такой важной и насыщенной темой вот подвига, подвига русского народа. Если уж говорить как член жюри, жюрить сложно. Фильмы, будем так говорить, по своей логике, по своей концепции, по своему строю, по структуре, они, в принципе, одинаковые, потому что есть жанр, и логику жанра не переплюнешь. Поэтому мы всегда пытаемся найти какую-то изюмину свою, какую-то найти оригинальность фильма. Ну, чем один фильм должен отличаться от другого? То ли какой-то историей, то ли пронзительной какой-то вот эмоцией, которая там, допустим, в другом, может быть, там не прослеживается в фильме. Вот, и границу эту, это, как, знаете, вот в Олимпийских играх, доля секунды, и человек выиграл. Здесь то же самое, доля секунды, или там, доля какого-то фрагмента, там, или один эпизодик, а он уже показывает работу в другом качестве, и ты уже по-другому его начинаешь воспринимать. Мы вместе со зрителями находимся в залах. Как зритель воспринимает, мы видим фильм, и как мы сами в жюри сидим, воспринимаем фильм. Оглядываемся, смотрим на реакцию того же зрителя, и начинаем понимать, что вот это его захватило, а вот эта история как-то немножко так, как-то не привлекла. И мы тоже это оцениваем, тоже берем не только профессиональную подачу информации, вот, но и смотрим, как сам зритель воспринимает ту или иную работу. Мы не только судим, да, вот те или иные работы, вот, и тех или иных творцов, режиссеров, сценаристов, операторов, вот, но мы еще и друг у друга учимся, вот, члены жюри, разбирать проблему, понимать ее суть, вот, понимать ее предназначение, высокое предназначение. Ведь у каждой работы есть вот это вот высокое предназначение, чтобы мы помогали в жизни разбираться людям, телезрителям, которые будут смотреть наши фильмы. Две работы, представленные на кинофоруме, несомненно, будут интересны Сергею Пассациям, так как имеют непосредственное отношение к славной истории нашего города. Фильм «Карбышев» рассказывает о жизненном пути и бессмертном подвиге в годы войны герой Советского Союза генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Карбышева. Перед войной генерал Карбышев участвовал в реставрационных работах, проводившихся в лавре. Его имя носит музей школы номер 16. Его называли «богом полевой фортификации». Испытание новой техники. Разработка противотанковых мин и заграждений. Энциклопедические знания военной истории и современных достижений иностранных армий. Оригинальность мышления и более ста научных трудов и учебных пособий. Генералу Карбышеву в предвоенные годы не было равных ни в Советском Союзе, ни в Европе. В документальном фильме «Ледяные облака» посвящен герою Советского Союза, почетному гражданину Сергею Посаду, летчику-испытателю Анатолию Дмитриевичу Алексееву, чье имя носит одна из улиц Сергея Посада. Сотни тысяч километров над льдами Арктики, рискованные посадки, сотни судов, перевозящих грузы по Северному морскому пути. Все это стало возможно благодаря его уникальному опыту ледовой разведки. Анатолий Дмитриевич принимал участие в первой бомбардировках Германии в августе 41-го года. Выполнил около 30 вылетов в глубину вражеской территории в годы Великой Отечественной войны. Высадка первой советской полярной экспедиции на Северный полюс. Тогда этих людей в лицо знал любой мальчишка. А сейчас уже вряд ли. Напомним. Летчики Михаил Водопьянов, Василий Молоков, Анатолий Алексеев. Сергею Пассацам особенно полюбился российско-китайский фильм «Наш мальчик», который был показан в эфире телеканала «Тонус» в рамках недели хилудзианского телевидения в России. Накануне, 29 ноября 2019 года, в Москве был подписан меморандум о взаимоотношениях и сотрудничестве между телекомпанией «Тонус» и хилудзианской телерадиокомпанией. В фильме «Наш мальчик» рассказывается история спасения советскими врачами трехлетнего китайского мальчика, получившего серьезные ожоги. Валентина Дорошкина пожертвовала ему свою кожу для пересадки. 60 лет спустя он возвращается в Россию, чтобы поблагодарить своих спасителей и их родственников. На кинопоказ «Севастополь» приехали сестры Валентины Дорошкиной. Мы не думали, что это героические поступки. Ее жалели, потому что видели, что у нее с ногой делается. Видела, какая болячка у нее, обновилась. Она скрывала от мамы, скрывала, что вот такое сделала. Мама узнала, когда газета вышла и когда у нее нога поджила. Наверное, с годами вот оно больше, потому что сейчас, наверное, по-другому немножечко. Сейчас же не возьмут, у меня кожу и вам не пересадят. У нас большая семья, дружная семья. Все дети наши, все знали. 61 человек в семье. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, праздник, ставший масштабным культурным явлением для Севастополя, состоялся. Торжественная церемония закрытия, на которой будут названы имена победителей и вручены награды, завершит работу фестиваля. Севастополя Севастополя Севастополя